В эфире наша новая рубрика «Хорошо там, где нас нет». А хорошо там или нет, сегодня расскажет наш специальный корреспондент Илья Акселерот. Илья, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Я стою в пуховике, в шарфе и в кальсонах. Это означает, что в эфире новости из Израиля. Да-да, вы не ошиблись. Дело в том, что снежная буря стала главной новостью этой недели. Она парализовала буквально всю страну, и, как говорят многие местные жители, это, конечно, не манна небесная, но что-то в этом есть. Перекрытые дороги, закрытые школы и перебои с электричеством – это лишь часть коллапса, который устроил небольшой снегопад. И это, напомним, в стране, которая лучше всей готова даже к ядерной войне. Местные власти в свое оправдание говорят, что были удивлены природными аномалиями. Ну, правда, снег, зимой – к чему бы это? А местные жители говорят, что местные власти каждую зиму удивлены этими природными аномалиями. Как известно, в Израиле все символично. Именно поэтому мы решили спросить у местных жителей, что для них этот снегопад – поощрение или наказание? Я считаю, что это поощрение. 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 Я думаю, что это поощрение. Ну, я думаю, это же в конечном итоге – это вода. А вам не странно, что в стране, которая готова к ядерной войне и к любым развитиям, снег простой парализует столицу? А, вот это да. Конечно, да, здесь аж целое собрание собрали, парламент Израиля собирался по поводу, подогнали что-то, какие-то технику. Я думаю, что в общем, уже опять война, ракеты будут пулять. На поле, мне кажется, люди уже уезжают из страны просто. Резюмируя ответы прохожих, можно сказать, что это, конечно же, поощрение. А за что нас не любить? Криминальные новости. Скандал в израильской полиции. Около 10 генералов и высокопоставленных чинов были обвинены в сексуальном домогательстве и отстранены от службы. Напомню, что тюремный срок отбывает и бывший президент Израиля, Мошек Ацав, тоже за преступления сексуального характера. Знаете, видимо, в нашей стране определенные органы власти работают особенно хорошо. Теперь немного об арабо-израильском конфликте. Он отошел на второй план и уступил свое место конфликту между русскими и украинскими израильтянами. Споры о Донбассе и Крыме доводят до драк, разводов и массового умодоления друзей из социальных сетей. Причем спорят в основном люди, которые уезжали еще из СССР, а то и родились в Израиле. Напомним, что в Израиле каждый пятый русскоязычный, что в два раза больше в Москве. Мы продолжаем следить за развитием событий в Израиле специально для вас. 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Пока. Спасибо, Илья. Ждем от вас новых репортажей. Продолжение следует...